Никифорович Сергей Олегович представляется на вакантную должность генерального директора открытого акционерного общества БелАЗ, управляющая компанией холдинга БелАЗ Холдинг. Очень тщательно уточнял вашу кандидатуру, потому что БелАЗ уникальное предприятие. Уникальное, потому что мы внутри страны практически не используем эту продукцию. Конкуренция жесточайшая на мировых рынках. Вы среди трех-четырех предприятий в мире. И надо отдать должное, что БелАЗ до сих пор уровень держит и объемы рынка. Ну и надо понимать, что за вами город. Нет БелАЗа, нет Жодина. Это особенность БелАЗа. Мне очень хотелось, чтобы новое поколение все-таки как-то в корне крепко пустило в нашу жизнь, в наше общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но мы уже будем смотреть со стороны. Если вы позовете, мы где-то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на БелАЗе. Мы, конечно, это предприятие всегда будем поддерживать. Это белорусский бренд, это белорусское достояние, как и многие другие предприятия. Мы не собираемся в угоду шарлатанам, которые из-за границы нам подсказывают, которые хотели все и вся приватизировать. Понимаете, что такое приватизация? Почему я так трепетно отношусь к своим предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация и каково отношение нашего общества. Нигде ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас. Что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами, забрать для одного какого-то инвестора. Поэтому очень хотелось бы, чтобы БелАЗ у нас работал надежно. Наша техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги. Поэтому это наше преимущество, и мы должны его удерживать на международных рынках.